Всем доброго дня! В эфире хроника Западного Азербайджана. Мой собеседник, священник Русской Православной Церкви, Архимандрит Алексий. Добро пожаловать! Добрый день! Отец Алексий, вы специализируетесь на изучении истории христианства в Кавказской Албании. Вы также написали книгу «История Церкви Кавказской Албании» по Моисею Каланкатуйскому. Все исследования доказывают, что армянская и албанская культуры совершенно чужды друг другу. Нам интересно ваше мнение по этому поводу. Во-первых, хотел бы поблагодарить вас за сегодняшнюю встречу, за эту беседу, которая как никогда актуальна именно в эти дни, потому что совсем недавно под грифом Национальной Академии Наук Азербайджана при содействии Международного Бакинского Центра Мультикультурализма вышла моя книга на английском языке «История Церкви Кавказской Албании» по Моисею Каланкатуйскому, которую я в свое время написал как свою докторскую диссертацию в Риме. Поначалу, три года назад, в 2021 году, эту книгу издал Институт Востоковедения Российской Академии Наук, а сейчас она вышла уже под грифом нашего Института Истории имени Бакиханова, также Академии Наук Азербайджана. Я думаю, что книга после выхода в свет получила большой резонанс, было много отзывов и желающих ее читать также в странах Европы и Северной Америки, поэтому Центр Мультикультурализма посчитал своим долгом сделать грамотный перевод. И сейчас эта книга вновь вышла, так что с ней может ознакомиться очень широкий круг читателей, среди которых прежде всего специалисты, которые изучают и интересуются историей Южного Кавказа и истории вообще Ближнего Востока, этих процессов, которые происходили здесь в период поздней античности и средних веков. Отец Алексей, как историк, подтверждаете ли вы, что албаны приняли христианство раньше армян, потому что когда они приняли христианство, ходили на церковные церемонии, армяне все еще были языческой общиной? Вы знаете, бытует такое мнение, ошибочное и в принципе опровергнутое уже во всех научных кругах, о том, что Армения это якобы первое государство, принявшее христианство аж в 301 году. Сегодня все исследователи, все историки убедительно доказывают, что этого события не могло произойти в самые первые годы 4-го столетия, по крайней мере до того, как христианство не было провозглашено государственной религией, сначала легальной религией в Римской империи, что имело место быть лишь в 313 году. И только после этого Армения по инерции со всеми теми странами, которые находились под влиянием тогдашней Римской империи, начинают также у себя провозглашать христианство где-то законной, а где-то и государственной религии. Мы знаем, что на территории нашей страны, на территории Кавказской Албании, христианство начинает распространяться уже в первом столетии, благодаря проповеди апостола Варфоломея, апостола Фадея, их учеников, среди которых самым выдающимся является святой Елисей, считающийся покровителем Албании, основателем Албанской церкви. И по свидетельствам более поздних историков, которые, конечно, основаны на те преданиях, которые ходили в Албанской и Кавказской вообще среде, мы знаем, что христианские общины здесь уже возникают в первом веке, что в принципе и позволило к началу 4-го столетия христианство объявить государственной религией Кавказской Албании. Поэтому Албанская церковь, незаслуженно забытая в какое-то время, сегодня память о ней возрождается, и она должна занять свое историческое место, достойное, потому что это место принадлежит ей по праву. Ведь это одна из древнейших церквей, а мы знаем, что в нашей стране христианство, государственной религии было на протяжении нескольких столетий, вплоть до арабского нашествия. И только в 705 году Албанская церковь потеряла свою независимость, но, тем не менее, не прекратила свое существование. Она фактически существовала вплоть до начала XIX века, то есть до завоевания Азербайджана Российской империи. А потомки кавказских албанцев, потомки тех древних христиан живут здесь, на нашей земле и сейчас. И многочисленные памятники, которыми просто усеяны западные, особенно районы Азербайджана, но не только западные, свидетельствуют о нашем христианском прошлом. Мы знаем, что у армян в истории было много всяческих отговорок, связанных с религией. Они говорят, что якобы Албания была частью Великой Армении, они даже называют удинов армянами. Вот об этом что вы можете сказать? Вы знаете, помимо множества мифов, которые были сочинены в армянской среде, также бытует миф о так называемой Великой Армении. Правильнее государство, которое возникло в первом столетии до нашей эры на армянской национальной почве, называть империей Тиграна Великого. Был такой армянский царь Тигран II Великий, который вперед с 55 по 95 годы первого века до нашей эры создал на самом деле огромную империю, но империю, не связанную ничем изнутри. Поэтому сразу же после смерти Тиграна эта империя фактически начала разваливаться. Но в памяти историков армянских, которые писали, начиная с пятого столетия, историю Армении, а затем мы с этими историями знакомы уже по более поздним пересказам, по более поздним рукописям. Поэтому мы даже до конца не знаем, что в них добавлено, что придумано было позже, что вычеркнуто из этих исторических фактов. Но тем не менее армянский народ решил сосредоточить, сконцентрировать все свое внимание именно на этом периоде, первого столетия до нашей эры, на этих сорока годах, то есть четырех десятков лет, когда существовало их государство в самом большом своем территориальном размере. И поэтому сегодня о всей этой территории армяне предпочитают говорить как об исторической Великой Армении. Я думаю, что сегодня правда, по крайней мере, нам и многим думающим людям известно, поэтому оспаривать существование Великой Армении, либо какие-то претензии, связанные с политическими обстоятельствами такого далекого прошлого, просто не имеет вообще никакого смысла. Мы знаем, что в нашей азербайджанской истории в начале XVI века был великий правитель, шах Исмаил I Хатаи, который создал империю, простиравшуюся фактически на трех миллионах квадратных километров. Можете себе представить, что это за территория? 2 миллиона 900 тысяч квадратных километров, где проживало около 20 миллионов человек, что для XVI века было просто невероятно большим количеством жителей. И эта империя охватывала нынешние территории Азербайджана, Армении, Грузии, Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана, Ирана, Бахрейна, Кувейта, отчасти Сирии и Турции. То есть представляете, какая империя? Только одни перечисленные мною названия нынешних стран позволяют представить, какая была империя. Но я что-то никогда не слышал, чтобы в среде азербайджанских ученых или среде азербайджанского народа все время говорили, что вот Сефивитская империя, Сефивитская империя и вся эта территория Сефивитской империи азербайджанских правителей. Мы об этом не говорим. Хотя Шах Исмаил был не просто азербайджанским правителем, он даже был одним из основоположников литературы на азербайджанском языке, потому что взял себе псевдоним Хатайи и предпочитал писать различные произведения на азербайджанском языке. Мы об этом знаем, мы об этом помним, с благодарностью эту память храним, но не кичимся и никогда никому не говорим и не показываем свое место, говоря, что мы создатели какой-то огромной империи. Так что мифы о Великой Армении — это просто любимый армянами миф. Мы знаем, что Албанская церковь была передана армянам после оккупации Азербайджан царской России, вы уже упомянули об этом, когда началась политика насильственной арменизации албанских христиан. Вы знаете, в истории Албанской церкви было два таких знаковых исторических момента. Первый произошел после завоевания этой территории арабами, когда в 705 году по наушничеству или в результате тех наветов, тех интриг политических, которые плел армянский католикоз против албанского духовенства, против албанских князей, обвинив их перед арабским правительством в том, что они имеют политические связи, опасные с Византией. И по этой причине албанская церковь была насильно подчинена церкви армянской. То есть впервые это событие произошло в начале 8-го столетия. Затем, когда этот регион политически усиливался, когда албанская церковь находила в себе силы, она никогда не упускала возможности отложиться, отмежеваться от церкви армянской, заявить о своей независимости, о своей самостоятельности и суверенитете. И поэтому вот эта ситуация, когда существует церковь с древними корнями, с апостольским происхождением, со своим собственным языком, со своей литературой, со своей паствой, со своими архитектурными монументами, но эта церковь вынуждена подчиняться своим соседям, которые, естественно, всегда использовали возможности для того, чтобы перевести богослужение, где это возможно, на армянский язык, чтобы научить людей молиться, а значит и думать, а значит и говорить, а значит иметь и мировоззрение такое же, как у соседей, для того, чтобы территорию как можно большими узами, более сильными, крепкими узами соединить с собой, привязать к себе, что, в принципе, во многом удавалось, но до конца так и не удалось. И один из таких серьезнейших ударов против Албанской церкви был нанесен царским правительством в начале XIX века, но тогда, естественно, русский царь Николай I, он не имел ничего против Албанской церкви, и, в принципе, наверное, мало был знаком с ее историей, с ее внутренней структурой, организацией, но его цель была унифицировать различные административные и религиозные структуры в своей империи, в своем государстве. Поэтому Николай I после завоевания Кавказа рассудил, зачем в Российской империи должны быть, например, две православные церкви, русская православная и грузинская православная. Поэтому он упраздняет сан грузинского патриарха, фактически упраздняет его самостоятельность и присоединяет его в качестве митрополии, в качестве епархии к русской церкви. Несмотря на то, что русская церковь берет свое начало с X века, патриаршество получило вообще, то есть самостоятельность гораздо позже, а грузинская церковь — это также одна из древнейших церквей. Но, тем не менее, этот шаг был сделан. И точно так же по тем же лекалам поступают и с церковью албанской. Зачем здесь две церкви, которые исповедуют монофизитство, если можно упразднить одну и подчинить ее другой? Так поступили и с албанской церковью. Но сегодня мы помним об этих шагах, и сегодня мы, к сожалению, пожинаем очень горькие плоды этих политических решений этого периода. В чем они состоят? Албанская церковь существовала на своих землях. имела свою паству, строила свои храмы, строила свои монастыри. Но то обстоятельство, что какое-то время оно находилось под влиянием армянской церкви, сегодня дает возможность армянам заявлять, что архитектурное наследие на территории, например, Карабаха, на территории разных азербайджанских районов — это армянское наследие. Что, конечно, по сути своей не имеет никакого основания. И эти заявления совершенно несправедливы. Отец Алексей, а можно ли считать Удинов правоприемником христианской Албании, албанской церкви? Нам известно, что этногенез азербайджанского народа происходил на протяжении очень долгого периода исторического. На этой земле существовали разные государства. Когда-то Манейское царство, Мидия, жили Каспии, упоминаемые отцом истории Геродотом еще в V веке до н.э. Затем здесь было сформировано государство Кавказской Албании, которое впервые упомянуто Страбоном. И, в принципе, все последующие государства, которые сегодня мы привычно называем азербайджанскими государствами, они как некая горнила, как некая печь, переплавляли в себе все те этнические элементы, которые всегда присутствовали на этой земле. То есть и древние медийцы, и раноязычные племена, и древние тюркские племена, и древние кавказские племена, к которым и относятся удины, лесгины, некоторые иные, они все, в общем-то, сыграли свою определенную роль в этногенезе азербайджанского народа, который мы уже как народ со своим самосознанием, со своей собственной культурой, со своим тюркским языком, мы уже видим в исторических источниках, начиная с 15-го столетия. Поэтому, когда мы говорим о том, кто является наследником тех или иных памятников, тех или иных традиций, мы должны говорить о том, что наследниками всего того, что есть на этой земле, является многонациональный азербайджанский народ. Удины среди всей палитры народов, проживающих на этой земле, являются, несомненно, автохтонами, то есть это древний кавказский этнос, который, во-первых, сохранил уникальный язык, благодаря которому сегодня дешифровываются албанские тексты, найденные в палимсестах монастыря святой Екатерины на Синае. Это уникальные письмена на албанском языке. Они дешифровываются по большей части именно через удинский язык. Иудины — единственный кавказский народ здесь, в нашей стране, который сохранил память о своем христианстве и сохранил свою христианскую идентичность. В этом смысле мы можем считать удинов наследниками албанской апостольской церкви. Отец Алексей, мы знаем, что албанские кресты были украдены из монастыря Гянджасар в Карабахе, албанских храмов в Гедабе и других регионах, и заменены армянскими крестами, григорианскими крестами, чтобы показать, что армяне — местные жители, а не переселенцы на Кавказ. Почему это так стало, как вы думаете? Бытует такая фактически детективная история о том, как один из первых серьезных исследователей Гянджасарского монастыря, Иосиф Арбели еще век тому назад составил полный каталог описания всех надписей и всех изображений Гянджасарского монастыря. Но после того, как книга увидела свет, весь тираж был полностью выкуплен и уничтожен. Не осталось ни одного образца. Говорят, что где-то какие-то страницы, может быть, единственный экземпляр сохранился в архивах, но, естественно, к нему нет свободного доступа. И до сих пор спорят исследователи, по какой причине это могло произойти. Ведь на самом деле такой труд исследования надписей, их перевод, их фиксация представляет собой большой интерес в научном мире. Но, тем не менее, это произошло. И сегодня нам приходится заново изучать не только монументы, связанные с Гянджасарским монастырем, но задаваться вопросом, какие из них подлинные древние, а какие из них могут являться поздними вставками, например, какие были привнесены в 20-м столетии, может быть, некоторое время раньше. Поэтому сегодня для определения подлинности монументов требуется очень большая скрупулезная работа, которая мы не знаем, чем может закончиться. А опасения наши и сомнения в том, что эту работу нужно проводить, и каковы могут быть ее результаты, состоит в том, что мы знаем примеры, примеры. Мы имеем случаи, на самом деле, фальсификации различных монументов, памятников, когда просто в структуру старых камней, старой кладки вставляется надпись или умышленно состаренный крест, хачкар, например, для того, чтобы придать зданию либо какой-то особый, скажем, старинный такой антураж, шарм, либо для того, чтобы сбить с толку исследователя. И он мог принять монумент не за то, чем он является на самом деле. Вот в этом большая, к сожалению, проблема. — Отец Алексей, армяне хотели сделать Карабах своей второй родиной, как и западный Азербайджан, используя албанские церкви. Как вы к этому относитесь? Что вы об этом можете сказать? — На этот вопрос мне хотелось бы ответить цитатой из великого русского поэта Сергея Есенина, который бывал в Азербайджане, признавался в любви к нашей стране. У него есть такая цитата. — Всюду, куда ни оглянешься, даль синева и щемящая тоска неисполнимых желаний. — Вот это все щемящая тоска неисполнимых желаний. Потому что, по большому счету, армянскому народу, армянскому государству, прежде всего политикам, которые руководят мнениями, тем, кто влияет на общественное мнение, надо бы задуматься о формировании государства с четкой политической позицией, с хорошей, развитой экономикой. Но вместо этого все внимание и все силы уделяются каким-то проектам, умозрениям, которым, к счастью, не суждено исполниться. К счастью для нас, но к большой беде армянского народа. Потому что жить мечтами о Великой Армении, жить мечтой обосноваться на чужих землях, но при этом не ценить эти земли, совершенно не дорожить ими и не заботиться о своих родных землях, на которых вы сейчас живете должным образом. Ведь достаточно поехать в Армению и посмотреть, как живет эта страна, как живут там люди, чтобы все стало понятным и ясным. — Вы затронули сейчас про жизнь в Армении. Какова там сейчас обстановка, ситуация политическая, общественно-политическая ситуация? — В 2021 году из Москвы одним из преподавателей Богословского вуза был организован тур, призванный познакомиться с архитектурным наследием Армении, в котором я среди прочих исследователей, ученых принял участие. И поэтому я могу судить о том, как живет Армения, соприкоснувшись с этим бытом, с этой действительностью, как бы изнутри. И вы знаете, мне в то время показалось, что страна застряла где-то в начале 90-х годов, потому что вокруг, где мы не проезжали, нас окружали закрытые предприятия, неработающие заводы, фабрики, разрушенные производства. Мы видели внешний вид домов, в которых живут люди, и самих людей, что очень ярко характеризовало картину экономического состояния, в котором пребывает страна. Поэтому, несмотря на те плюсы, на те положительные стороны, которые, конечно, безусловно, есть в любом государстве, в любой стране, в любом народе, откровенно говоря, то, что я увидел, у меня вызвало большую жалость. Также и памятники, входящие или включенные в состав монумента Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, древние храмы, монастыри, находились в достаточно неухоженном и неопрятном состоянии. Когда мы заходили в тот или иной храм или монастырь, и нам говорили о том, что это памятник ЮНЕСКО, я смотрел на потрескавшиеся стены, на выбитые окна, на покосившиеся двери, на грязь внутри. И я просто недоумевал, как люди могут сохранять свои собственные святыни в таком состоянии, в таком виде. А после этого мы удивляемся, почему в таком состоянии у нас храмы христианские, святыни мусульманские на территории Карабаха. Почему-то по какой-то причине народ вот так небрежно относится к этим монументам. Я, конечно, не хочу повесить ярлык на весь народ и сказать, что все люди такие, но, конечно, политическая ситуация и экономическое положение, оно откладывает отпечаток на все то, что происходит, и то, как к этому относятся люди. Отец Алексей, вот вы родились в Баку, в столице Азербайджана, которая считается примером толерантности, где представители религиозных конфессий живут вместе. И вот что вы можете об этом сказать, о ситуации в Азербайджане? Мне в этой связи хотелось бы вспомнить цитату, которую произнес наш президент Ильхам Алиев, открывая в 2016 году год мультикультурализма в Азербайджане. Тогда он сказал о том, что мультикультурализм — это образ жизни азербайджанского народа. Вот в этой фразе заключается все то, с чем мы здесь сталкиваемся, все то, с чем встречается любой человек, который приезжает в Азербайджан и своими глазами видит, что мультикультурализм, толерантность — это образ жизни нашего общества, образ жизни, выкованный веками, выкованный историей, выкованный умением, жить друг с другом, понимать друг друга и в ответственные моменты приходить на помощь друг другу. Спасибо большое. Спасибо за приятную беседу. Спасибо, что вы сегодня были с нами. А я хочу напомнить, что в эфире хроника западного Азербайджана и моим собеседником был священник православной церкви Архимандрит Алексей. JUSTINE Элли 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 Продолжение следует...